И действительно, вчера на вечернем кабинетном заседании правительство приняло принципиальное решение, возможность которого многие прежде не верили. Но, тем не менее, на Хима, а также на малых островах, где все же есть поселение с постоянными жителями, будет отменено обязательное ношение масок. Конечно, на острове это сделать легче. Территория ограничена, каждый житель знает другого. Приезжий на виду, так что тут может быть куда безопаснее, чем на материке с постоянным передвижением населения из одной части Эстонии в другую. Да и с пребывающими иностранцами, которых в других регионах Эстонии уже немало. Но, видимо, стоит поощрять островитян и за активность при вакцинации. Просто, как сказал поэт, его пример другим наука. Собственно, и наука в данном случае поддержала необычное решение. С научным советом мы говорили о предложении, что если уровень вакцинирования высок, можно было бы отказаться от ограничительных мер. Прежде всего, мы имеем в виду Хиума. Там 73,4% взрослых прошли полный курс от всего населения в 64,5%. Научный совет согласен с тем, что если этот уровень достаточно высок, то от таких мер можно было бы отказаться. Отмена масок вовсе не означает полного возврата к прежней жизни. Например, чтобы попасть в публичные внутренние помещения, по-прежнему придется предъявлять коронасправку. Хотя будут внесены послабления и ограничения, например, затрагивающие кружки по интересам. В общем, будем ждать деталей. Тем более, что на следующей неделе госканцелярия подготовит соответствующие постановления и следом их должны одобрить правительство. А как же те, кто не живет на острове, если и у них луч надежды на отказ от опостыливших масок? В принципе, он есть. Но тут есть но и но не маленькое. Спикер парламента Юрий Ратас и министр здоровья Тан Илькик на семинаре, посвященном возможности отмены ограничений, высказали мнение, что на такой шаг можно будет пойти, если вакцинировано будет 70% населения и 85% из групп риска. Надо понимать, что есть меры, которые мы можем отменять регионально в зависимости от ситуации с заболеваемостью и вакцинированием. Например, все, что связано с магазинами, торговыми центрами, предприятиями общественного питания. Вряд ли кто-то специально поедет в соседний уезд в магазин. С другой стороны, есть большие общественные мероприятия, ограничительные меры на которых отменить можно лишь повсеместно. Но все зависит от нас. Надо вакцинироваться. Тогда мы не просто отменим маски, но и победим пандемию. Тем не менее, за минувшие сутки в Эстонии было выявлено еще 532 позитивных результата. Трое скончались. 72-летний мужчина, 77-летние женщины, еще один 85-летний пациент. Александр Сукерман, Роман Васильев. Новости Таллина.